Привет, меня зовут Елена Кукель и вы снова на канале о путешествиях. Сегодня мы вам покажем наш путь на Марс, чтобы не платить большие деньги Илону Маску. А потом мы долетим или доедем до китайской стороны. Готовя свои марсоходы к этой поездке, имейте ввиду, что дорога грунтовая, попадаются острые камни, поэтому запасные колеса минимум, что должно у вас быть. И на Марсе практически нет воды. Берите с собой запас. Доехать сюда просто по Кульджинской трассе до поселка Байси, от него до поселка Нура, и потом ищите красный песок и сворачивайте на грунтовую дорогу. Ориентир эстакада. Прически можете не делать, потому что тут степь, ветер и ничего к вечеру не останется. Высадка на Марс прошла успешно. И нам предстоит выяснить, есть ли жизнь на Марсе. Горы Багуты. Единственные, наверное, горы, к которым нужно не подниматься, а спускаться. Ехать нужно сюда по каньону. Лето здесь настолько жаркое, что практически невозможно находиться под палящим солнцем. И климат здесь резко континентальный. А жара еще усугубляется тем, что здесь нет практически ни воды, ни растительности. Буквально несколько родников и колодцев на 400 квадратных километров. Но мы все-таки попытаемся найти жизнь здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А в самом городе чем занимаетесь? Вот, так что тут много-много. А вот это хворост, это сладкое? Вот красота-то, да? Как обычно бараковка. Мы прямо с самого утра в районе базара, и вот тут что-то происходит. Дискотека, вот как раз-таки Питсбергер, он находится с той стороны. В Аркенте особенно ощущается, что этот город находится совсем-совсем близко к китайской границе, к его пункту. Паргос, столько товара. Но помимо этого, это достопримечательности исторические, которые мы очень хотим вам показать. Сейчас, конечно, не лучшие времена для базара. Приграничной торговли нет из-за пандемии, все закрыто. Но, тем не менее, то ли запасами торгуют, то ли все-таки каким-то образом товар проникает на базар. Самое главное место, ради которого мы приехали в город Жаркент, это мечеть. Совершенно необычный архитектурный памятник, уникальный для Казахстана. Мечеть, построенная в китайском стиле, китайским архитектором еще в XIX веке. Об истории постройки я вам расскажу чуть позднее, а сейчас мы зайдем на территорию. Прошло полтора месяца, и мы здесь. Надо доехать до поселка Сады, и от поселка Сады на озерах. Вот это помещение внутри, построенное все без единого гвоздя, с красивейшими росписьми. Орнаментами, растительными рисунками, с животными. Все это сейчас, конечно, отреставрировано. Но надо понимать, что в военные годы такое огромное помещение не могло оставаться неиспользованным. Но, конечно, его использовали не по назначению. Здесь были и казармы, и зернохранилища. Говорят, что даже были какие-то госпитали, если население заболевало массом. Ну, в общем, сейчас это работает как музейный комплекс. Слава Богу, что до нас это все дошло и сохранилось. Здесь реставрация была один раз. Именно вот краска, краска реставрировалась. Все остальное остается в первозданном виде. Второй этаж, к сожалению, не работает, потому что ветхий. Опасно пребывание там. Но в целом весь комплекс выглядит очень нарядно и очень фотогенично. Ну, вот смотрите, совершенно необычно для нашего региона архитектурное сооружение. Мечеть, выполненная в китайском стиле, китайские пагоды. В свое время, еще в 19 веке, заказанная архитектору из Китая Хон Пику, купцом, известным в то время Валиханом Йолдашевым. Деньги собирали все мусульмане, живущие в этом регионе. Вот с 19 века до сегодняшнего дня она стоит практически в первозданном виде. На территории комплекса находится музей, где вы своими глазами можете увидеть подтверждение старинного происхождения как самого места, так и предметов быта мусульман, населявших здешний регион. И невозможно было мне устоять, чтобы не попробовать, конечно же, блюда региональной местной кухни. Близость китайской границе, Синьцзянь уйгурского автономного округа, накладывает четкий отпечаток на еду, которую предлагают в кафе. Большой выбор лагманов, китайских блюд. Я заказала... Гайрюцаймян. Это жареный лагман. Отличается от других видов крупными кусочками овощей наряденных. Буду пробовать, потому что, наверное, в других городах в Казахстане я такое не попробую. Однозначно. Приятного мне аппетита. Чем больше мы путешествуем и снимаем для вас программы, тем больше мы удивляемся. Сегодня мы в городе Жаркен, в городе, основанном в 1882 году на юго-западной границе Российской империи. Но здесь проходил торговый путь из Китая еще во времена Великого Шелкового пути. Место выбрано для города не случайно. Место обжито. И в 1892 году местным казачеством был построен вот этот храм пророка Ильи, который сейчас открыт для посещения. Там хранятся святыни, там хранятся святые мощи мучеников. Посмотрите на эти купола цветные. И хочу обратить ваше внимание на башенки, которые сделаны из дерева. И вообще этот храм напоминает Вознесенский собор. И он в 1910 году, после крупнейшего разрушительного землетрясения, устоял. Поэтому и действует до сих пор. В общем, история сохранила для нас уникальные вещи в городе Жаркент, ради которых сюда обязательно стоит приехать. А вот такие путешествия. у нас в городе Жаркент. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, задавайте вопросы, оставляйте комментарии и оставайтесь с нами дальше. Вообще, в принципе, оставайтесь, потому что мы всегда знаем, куда поехать, и что вам показать, и узнать, а как там у них. Вы же знаете, я всегда за то, чтобы не ограничиваться осмотром достопримечательностей в городах, ну или таких, набивших всем оскомину природных достопримечательностей. И вот если вы приехали в Жаркент, то не поленитесь отъехать от него порядка 25 километров и доехать до интересного места. Здесь растет святое дерево, его так называют, Аулия-Агаш. Находится дерево в поселке Аулия-Агаш, в ауле Аулия-Агаш. И сюда приезжает большое количество паломников посидеть под кронами дерева, загадать желание, попросить излечения. Мы сейчас дойдем до него и увидим его вживую. Хотя, вы знаете, такая интересная история, что у кого-то поднялась рука и подожгли это дерево. Однако люди, любящие это дерево, жители Аулия-Агаш выходили его и оно снова пустило ростки. Как говорится, добро победило зло. Мы встретили здесь алмаатинцев, ну и жительницу Жаркента. И решили проверить, так сколько же нужно человек, чтобы обхватить это уникальное дерево. Кто-то говорит 6, кто-то говорит 10. Нас пятеро. Мы посмотрим, сколько человек не хватает. А сейчас мы пойдем загадывать желания, потому что там дальше, вот куда идут люди, есть источник. Оставляйте в комментариях свои желания, и я, прочитав их, загадаю для вас. Ну, оригинально, конечно. Не впервые мне в национальных парках и во всяких интересных местах, которые мы посещаем, видеть вот такие вот надписи, что скачай QR-код, установи мобильное приложение. Но интересно, на что тратятся наши деньги налогоплательщиков, вот на такие вещи, если во всех этих местах практически вообще никогда не бывает ни связи, ни интернета. Чтобы посмотреть все горные массивы, которые имеются у нас в Казахстане, вам не хватит однозначно даже целого лета. И целого лета мало для того, чтобы увидеть все красоты, которые расположены и около Алма-Аты. Вот смотрите, мы, уехав из Жаркента, доехали до Аулия-Агаш. Аула посмотрели, там дерево святое. И совершенно неожиданно прямо на выезде из Аулия-Агаш начинается гряда тигровых гор. Но меловые породы сложены слоями так, то что расцветка этих гор, особенно при осадках, выглядит яркими полосами, как тигриная шкура. Порядка 16 километров протяженность этой гряды, 1800 метров над уровнем моря, наверное, самая высокая точка. Ну и посмотрите, какая здесь растительность. Ее практически нет. Хотя говорят, что тут есть доисторические растения, наверное, которые привыкли выживать в условиях жары и солончака. И, соответственно, я вот уже видела здесь ящериц. Ходить сильно боюсь, потому что змеи. А вы наслаждайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова